А сегодня Андрей Никитин посетил новгородскую фабрику международного концерна Амкор. Кроме знакомства с производством, в программе визита была встреча с коллективом, о чем спрашивали временно исполняющего обязанности губернатора в репортаже Юлий Бабич. Строительство этого блока дочернего предприятия международной компании Амкор в нашем регионе стартовало в 2004-м, а уже через год фабрика выпустила первую партию упаковочного материала. Здесь жесткий контроль не только за качеством продукции, но и безопасностью 230 специалистов. К условиям своего труда у сотрудников вопросов нет. Зато есть качество дорог и общественного транспорта в областном центре. И они их задали на встрече с руководством города и области. Ваши подчиненные Юрий Иванович и Ваши Андрея Сергеевич, дабы вкусить все прелести транспортного обслуживания в качестве эксперимента, поездили бы месяц на ржавых троллейбусах и на маленьких дютонках в час пик. Андрей Никитин предложение принял, отметив, что он лично и не забывал, как это с ветерком прокатиться на автобусах или троллейбусах. Что же касается их состояния в Великом Новгороде, претензия вполне объективна. Нужно системно решать вопрос транспорта. Нужно сделать так, чтобы у нас появился такой парк, такой инвестор, который бы не поменял эти автобусы на современные и на новые. Для этого мы должны определиться с темой транспортного обслуживания. В разговоре уже с руководством фабрики выяснилось, что проблема многих новгородских предприятий все же не обошла стороной и Амкор. Казалось бы, квалифицированных молодых специалистов, окончивших наши колледжи, компании приходится доучивать. Технологии, по которым здесь работают, зачастую сложнее полученных молодыми новгородцами теоретических знаний. Данное производство – это технология. Пока для России еще очень, не то что нова, но очень сложна для изготовления нашими конкурентами. Поэтому мы ставим основной упор и фокус на именно производство данной упаковки, поскольку мы в данном случае являемся лидерами. И являемся единственной компанией, которая может ее делать. Андрей Никитин, в свою очередь, подчеркнул, нужно, чтобы руководители предприятия не замалчивали, а открыто говорили о кадровых проблемах. Это позволит системно и оперативно пересмотреть стандарты подготовки в новгородских колледжах. Я же тоже трачу деньги немалые на инвестиции в какие-то колледжи. То есть реально мы их каждый год содержим, мы платим там зарплату. Может быть, не очень большие, но никто пока оттуда не ушел. То есть, видимо, есть там достаточное количество людей, которые хотят устраивать. И вы потом тратите свои деньги, когда вы доучиваете тех людей, которые формально должны выходить оттуда с каким-то набором компетенций. Проблемы с качеством подготовки молодых специалистов в регионе есть, признал Андрей Никитин. Чтобы сдвинуться с мертвой точки в ее решении, область не так давно включилась в движение WorldSkills. Напомним, оно объединяет 76 стран и нацелено на повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки рабочих кадров. Юлия Бабич, Владислав Ковалевский. Новости Новгородской областной телевидении.